Привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки Ниги Легенды. Играем мы сегодня со стаями от подписчиков. И первым написал и оставил в свой состав подписчик с ником Алексей Самофалов. Он попросил, чтобы я взял Супер Шреддер, Би Баба Кролика, Рок Стэдди Кролика, Сиранка и Зека. Что ж, дружище, с удовольствием иду нам на встречу. Да, друзья, относительно прокачки героев в процессе игры будем прокачивать. Ну а пока начнем битву и бой начинает Зек. Он метает свой шлем Бумеранг, пытается навредить вражескому бивопу мультяшному. Как видите, тот выживает, но я активирую сердце Супер Шреддера. И благодаря особому бонусу у нас проявляется два положительных эффекта. Это исцеление на три хода плюс дополнительная защита. Что ж, здорово. Итак, да, друзья, вот я, кстати, не того атаковал. Надо выбивать вражеского лекаря, которым им является Раф классический. Поэтому подключаем Бибопа Кролика. И выстрелом из гранатомета Маркомки он снимает большую часть здоровья вражеского персонажа. Тем не менее, тот выживает. Что ж, подключаем еще и Рокстеди Кролика. Разбежавшись, он скользит на животе, наносит мощнейший удар и все-таки добивает Рафа. Супер. Итак, друзья, пришло время с тиранкой и моей любимой атаки. Выстрел из пулемета. Вот шутя сметает Бибопа. Удалось снять большую часть здоровья и вражеского отряда. Но враги приходят в ярости. Итак, Бакстер Стокман выпустил ударную волну. Донни из фильма атакует. А Донни из мультика пытается подорвать Зека. Зек, в свою очередь, выстрелом из пальца добивает Бакстера Стокмана. Чудесно. Супер Шреддер метает костяные кунаи и побеждает Донни из фильма. Супер. Вот, тем временем, Рокстеди Кролик, Бибоп, прошу прощения, это Бибоп Кролик, поедает попкорн, усиливает, подлечивает наш отряд. А бой заканчивает Рокстеди Кролик, просто забросав вражеского героя кучей бомб в виде рождественских подарок. Да, Донни из мультика выбит и мы празднуем победу. Просто, просто супер. Ну что ж, хороший бой, хорошая битва и мы идем с вами дальше. Продвигаемся все выше по турнирной лестнице. Да, 1-2 боя и мы прорвемся в Лигу Масси ровно третью звездочку, где играют самые сильные бойцы. Ну а следующая команда от подписчика с ником Леон Леончик. Итак, состав Лео мультик, Раф мультик, Донни мультик, Карай и прокачай Донни из мультика. Мой отряд называется Герои. Ну что ж, давайте-ка я посмотрю, могу ли я что-то сделать относительно прокачки героев. Итак, Донни из мультика. Вот, довольно-таки неплохо прокачен этот герой. Вот пассивка, как видите, на максимальном уровне. Остальные способности на шестой ступени для прокачки на максимальную седьмую не хватает особых платиновых ингредиентов. Поэтому, друзья, как-то так, к сожалению, Донни не могу прокачать. А вот состав Леона Леончика без проблем могу взять. К сожалению, только четыре героя у него написаны, но я думаю, ничего страшного. Итак, Лео мультик. Давайте-ка я подберу вот вражеский отряд. И попробуем собирать нашу команду. Итак, Лео мультик, Раф мультик. Вот Раф, по-моему, сначала. Донни мультик и Карай. Вот почему подписчик не заказал Микки, мне немножко непонятно. Но, тем не менее, четыре героя, пусть будет так. Так, три черепашки плюс Карай. Интересный отряд получился. Ну и первым делом, конечно же, мы попытаемся справиться с лекарем вражеской Эйприл Анил. Для этого Карай атакует при помощи копья. Бьет по язвимым точкам, удается снять часть здоровья. Эйприл выживает, но Лео пытается ее добить ударом катаны с разворота. Есть! Итак, враг повержен. Тем не менее, враги не сдаются, и Микки Ролевик использует кольцо удачи, усиливая свой состав. Раф, в свою очередь, вызывает врагов на бой, отвлекая внимание от братьев и от Карай. Здорово! Кроме того, давайте-ка не станем рисковать и прокачаем дополнительную защиту. Вовремя мы это сделали. Вот пытался что-то сделать Крис Брэдвард, атаковал, но ответка Рафа нанесла больше ему повреждений, чем он. Вот тем не менее, еще одна массовая атака на сей раз от Рафа оригинального. Но опять же, наш Раф мультяшный контратакует и снимает часть здоровья с вражеского героя. Супер! Ну что ж, давайте-ка попробуем выбить врага посильнее. По-моему, друзья, им является Микки Ролевик. Его две массовые атаки это что-то, и Карай пытается отравить. Урон не проходит. Ну, а я в свою очередь использую медитацию Лео. Восстанавливаю силы и здоровье нашего отряда. И надо уже добивать и побеждать врагов. Хотя вот враг активизировался. Микки Ролевик стреляет из Вантуза. Раф пстит и добивает противника. Ну что ж, это было забавно. Кроме того, друзья, давайте-ка ударом с Айс Разворота. Пусть Раф добьет и очередного врага. Да, Раф оригинально уничтожен. А Донни из мультика тем временем пытается подорвать Криса Брэдфорда. Супер! У него все получилось. И бой, надеюсь, закончит Карай, просто забросав рог среди мультяшного Кунаи. Есть! Удалось! Просто-просто здорово. Ну что ж, хороший бой, хорошая победа. Давайте-ка глянем, удастся ли мне перейти в Лигу Мастеров на третью звездочку. Не удалось. Нужна команда наших героев. Итак, друзья, следующий состав от наших подписчиков. И это Настюша Смайлик. Настюша попросила состав. Лео Ролевик, Раф Космос, Донни Классика и Микки Мультик плюс Сплинтер. Без проблем, Настюш. Давай-ка я попробую взять твой состав. Итак, Сплинтер. Лео Ролевик. Насколько я понял, он находится в самом конце. Давайте-ка поищем этого персонажа. Итак, Лео, Лео, Ролевик, ты мне нужен. Где-то здесь он находится. Вот увидел Рафа, а вот и Лео Ролевик. Раф Космический. Отлично. Ищем. Вот увидел Донни, а вот и Раф Космический. Микки Мультик. Вот, кстати, только что была команда черепашек из мультика без Микки. А Микки мы взяли уже в другой отряд. Итак, остался только Донни Классический. И мы сможем с вами пойти в очередную атаку. Так, Донни, Донни Классический. Где-то здесь он должен быть. Есть. Супер. Ну что ж, команда от Настюши Смайлик. Напоминай. И мы идем с вами в очередную битву. Итак, друзья. Конечно же, первым делом я буду пытаться справиться с Донни Ролевиком. Хотя не стоит этого делать. Вначале все-таки лучше прокачать уклонение. Особая способность Миккила не сжила мультяшного. И благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. А вот теперь можем и атаковать. Итак, удар тайной катаной Сплинтера. И Донни Ролевик выбит с первого удара. Что ж, это было круто. Дальше я подключаю Лео Ролевика. Он метает щит бумеранг и без проблем выбивает Рафа Ведения. Что ж, это было круто. Кроме того, давайте-ка я попробую уничтожить Бакстера Стокмана. Для этого Раф Космический использует удар Саи. Вернее, удар Крогнерда, любимого героя из сериала, Рафа Космического. И его Сай превратился в огненный хлыст. Тем не менее, враги не заждаются. Оригинальный Микки прокачал иммунитет. Ну а я подключаю нашу аддонни классического, который летает и стреляет из вертолета. Наносит неплохой урон. Правда, часть врагов его восстановили. Что делает вражеский Микки Ведения? Он прокачивает точность. Теперь враги будут наносить более точные и сильные удары. В свою очередь, я пытаюсь воспользоваться дымовухой. Бомба Микеланджело из мультика снимает еще больше жизни у оригинального Микки. И его осталось только добить ударами по июзвимым точкам, что и делает учитель Сплинтера. Здорово! Ну что ж, остался только Микки Ведения, который пытается поджарить огненной волной от своего волшебного меча. Лео Ролевик. Слабовато. Возможно, нам поможет черепашонок Чомпи. Итак, друзья, по мультику это детеныш космической черепахи, которого взял себе питомцы Равка космический. Ну как-то так. Видите, опять же, враг выживает, но думаю, ненадолго. Дони космический добивает выстрелом из телепортационной пушки. И это победа. Что ж, здорово. Итак, продвигаемся все выше по турнире на лестнице. Интересно, удастся ли нам сейчас попасть в Лигу Мастеров на третью звездочку. Было бы здорово, но если не попадем, то ничего страшного. Да, есть, друзья. Итак, прорвались. Прорвались в Лигу Мастеров на третью звездочку. Здесь играют самые сильные бойцы. Ну а давайте-ка я возьму следующий отряд от наших подписчиков. Итак, Саня Слим попросил следующий подписчик, чтобы я взял состав. Черепашки оригинальный и Эйприл Кунаичи. Без проблем, дружище. Давай-ка попробуем собрать этот состав. Итак, Дони оригинальный. Вот Микки оригинальный. Отлично. Ищем остальных героев. По-моему, они где-то в конце. Ну и вот Дираф оригинальный. Отлично. Вот, кстати, нашел Эйприл Кунаичи. И Лео оригинальный. Просто-просто супер. Ну что ж, интересный отряд. Надеюсь, он неплохо себя покажет. Вот что у нас с врагами. А врагов первым делом, друзья, мы попытаемся выбить Микки Ланджело из мультика. Пока он не прокачал уклонение и не начал лечить врагов. Для этого Микки оригинальный бьет в прыжке. Вот мультяшного героя. Как видите, удалось оглушить. Тем не менее, Микки выживает. И уже враги прокачивают дополнительную атаку. Что интересно, у врагов два Микки. Вы видите, классический и мультяшный. Тем не менее, я буду в 100 раз все-таки добивать мультяшного Микки. Для этого Лео оригинальный в прыжке бьет Катаной и побеждает, добивает противника. Отлично. Дальше надо выбивать врага посильнее. Либо Стиранка, либо вот Рафа Ведения. Давайте-ка я попробую исправиться со Стиранком. Вокруг него зеленый треугольник. То есть урон повышен. Надеюсь, этого достаточно будет. Мощная атака до неоригинального. Вот, к сожалению, не сумел добить противника. Ну, ничего страшного. Эй, Прилкуны ищи. Вот, используете Легинес. Сейчас побеждает Стиранка. Здорово. Кроме того, друзья, подключаем вот оригинального Рафа. Интересно, сумеет ли он выбить с первого удара классического Микки. Зеленый треугольник. Урон повышен. И да, нам удалось это сделать с первого удара. В свою очередь, Крис Брэдфорд бстит. Оглушает, снимает немножко жизни с наших оригинальных героев. Ну, а я использую пока бомбу от Микеланджело оригинального. Художник рисует эту бомбу. Вот Микки бросает, подрывает, но враг выживает. Что ж, ничего страшного. Лео отвлекает внимание на себя, привлекая к себе. А Раф, Донни, прошу прощения, это Донни. Донни оригинально выбивает уголок, метает его как бумеранг. И снимает половину жизни Рафа Ведения. Тем не менее, Раф Ведения выживает, да как и Крис Брэдфорд. Но у них нет шансов, так как Эпил Куны Ичи взлетает вверх. Вот цепными молниями поджаривает, выжигает врагов, что и приносит нам победу. Да, это, кстати, способность перезагрузка, которую Эпил Куны Ичи привезла из космоса, из иных планет. Вот, как-то так. Ну что ж, друзья, прикольно, интересно, хороший бой, хорошая битва. И мы идем дальше, берем следующую команду от подписчиков. Итак, подписчик с никомакс24 попросил, чтобы я взял Сплинтера, Шреддера из мультика, Супер Шреддера, Микки Классика и Микки Мультик. Без проблем, дружище. Давай-ка попробую взять этот состав. Итак, Сплинтер сегодня уже участвовал, но ничего страшного, я его восстанавливаю. Ищем Шреддера из мультика. Насколько я помню, он в конце, да, вот удалось его найти. Давайте-ка я еще найду Супер Шреддера. По-моему, сегодня он уже участвовал, да. Вот, и осталось только найти Микки Классического и Микки Мультяшного. Ну, Микки Мультяшного у нас тоже уже участвовал, а вот классический еще нет. Кстати, опять же, нашел его с первого раза. Вот, ищем только Мультяшного в Микке, восстанавливаем и идем в очередную битву. Просто-просто супер. Ну что ж, вперед, друзья, давайте-ка посмотрим, насколько этот состав будет тоже хорош. И, конечно же, первым делом я попытаюсь справиться с Бакстером Мухи. Причем, друзья, давайте-ка я не буду пока прокачивать уклонение. Просто используем дымовуху. И под кромом дымовой завесы попробуем выбить Бакстера Муху. Не получилось. Возможно, Микки Классический ударом со скейта добьет противника. Мощный удар, но Бакстер Муха опять же выживает. Ну, честно говоря, я в шоке. Итак, приходится еще подключать Шреддера с его особой атакой. Прыжком сверху он все-таки добивает противника. Ну, а дальше давайте-ка я не буду рисковать. Пусть супер Шреддер активирует свое сердце. И благодаря положительным эффектам, бафам, вот Мутаген налаживает на нас две положительные способности. Это дополнительная защита плюс исцеление на три хода. Ну, и раз началась уже прокачка, давайте-ка пусть спринтер еще усилит наш отряд. Итак, целая куча положительных эффектов, что, конечно же, здорово радует. Вот враг пытается что-то сделать, но, как видите, кроме того, что у нас есть дополнительная защита, еще уклонение и вражеский удар просто проходит мимо. Ничего враги не могу сделать. Хотя, вот, Бакстер Стокман все-таки зацепил Микеланджело, поэтому у меня нет выбора. Давайте-ка я подлечу наш отряд, поедая пиццу с кетчупом Микки, восстанавливая здоровье и силы. А вот классический Микки в свою очередь забрасывает врагов сюрикенами. Наносит колоссальный урон, тем не менее враги выживают. Враги выживают. Вот, но, я думаю, бой закончит Шрайдер. Он посылает в атаку своих нить, сам идет в бой и сметает оставшихся врагов. Да, это победа. Ну что ж, благодарю подписчика за этот состав. Он мне понравился. Прикольная битва, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, следующая команда от подписчика с ником Егор Волхонов. Итак, Егор попросил состав Шрайдер Мутант, Шрайдер Классический, Шрайдер Усаги Дзимба и Кресиный Король. Ну, что ж, три Шрайдера. Три Шрайдера, причем Мультяшный и Супер Шрайдер уже участвовал. Но, я думаю, опять же, ничего страшного. Сейчас мы восстановим этих героев и попробуем в битве. Да, вот, кстати, Слэрз уже нашел Классического Шрайдера. Сразу же его активировал. Вот, ищу Мультяшного и ищем еще Супер Шрайдера. Супер Шрайдер, вот он. Отлично. Итак, три Шрайдера есть. Нужен Усаги и Дзимба и Кресиный Король. И мне кажется, друзья, состав будет довольно-таки забавным. Довольно-таки сильные, прикольные бойцы. Вот, кстати, Кресиный Король. Ну и, конечно же, давайте-ка посмотрим и потестируем их в битве. Отлично. Итак, друзья, первым делом, вот, кстати, вот здесь нету лекаря. Нету лекаря, нету лекаря, нет хилера. Ну, тогда давайте-ка я пока в начале боя усилию наш отряд благодаря вот тайной технике Шрайдера Классического. И теперь уже будем как-то пытаться выбивать врагов. Причем, постараясь выбить врага посильнее, мне кажется, давайте-ка используем вот особую атаку Шрайдера из мультика. И нападем на Слэша. Мощнейший удар, Слэш выживает. Вот, но у нас есть возможность еще более усилить наш отряд. Для этого Усаги и Дзимба отбивают стрелы, уклоняются и тем самым прокачивают вот нам дополнительную защиту плюс контратаку. Супер. Тем не менее, друзья, я не стану рисковать и попробую все-таки добить Слэша. Для этого Супер Шрайдер метает свои костяные кунай и добивает противника. Просто супер. Кроме того, Крысиный Король пытается бросить огромную крысу, которая должна загрызть Донни мультяшного. Нет, Донни выживает. И уже враги активизировались. Вот оригинальный, кстати, кто это был? Это был оригинальный Донни. Он прокачал иммунитет. Вот вражеский сплинтер продолжает медитировать, усиливает свой отряд. Рокстагик обстреливает наши герои, но наш отряд неплохо держит удары. Ага. Вот еще и Донни из мультика забросал нас с сюрикенами, но опять же контратака сплинтера снимает часть здоровья с вражеского героя. Ну, а я тем временем метаю особый меч Алибарда, превращая его в глефу и Шреддер классический сметает Донни из мультика. Просто супер. Кроме того, благодаря особой технике Шреддера из мультика мы усиливаем наш отряд. Вот и сейчас попытаемся нанести мощнейшую контратаку. Для этого усаги Зимба стремится в бой. Донни выхватывая катаны, он рубит направо и налево. И что же? И снимает половину жизни у сплинтера и Рокстрии. Вот почему-то Донни оригинального не задел. Тем не менее, друзья, используя супер удар супер Шреддера, мне удается вонзить костяные кунаи в землю и шипами из-под земли добить двоих врагов. Выживает только оригинальный Донни и тот ненадолго. Крысиный король призывает орду колодных крыс, которые и затаптывает вражеского першенцонажа. Да, это победа. Что ж, хороший бой, хорошая битва и мы идем с вами дальше. Итак, продвигаемся все выше по турнирной лестнице и берем следующий состав от наших подписчиков. Итак, Игорь Шинкевич. Игорь попросил, чтобы я взял супер Шреддера, Рафа Ведения, Микки Ведения, Сплинтер и Донни Ведения. Ну, практически трое из команды Ведения, что, конечно же, здорово радует. Итак, давайте-ка я попробую собрать этот состав. Вот, кстати, смотрю, кого бы с героев взять. Ну, пусть будет вот тоже как-то так. Итак, Микки Ведения, вот он. Донни Ведения есть. И мне еще нужен Рафа Ведения. Раф, 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 Раф. Вот. И, кроме того, супер Шреддер и Сплинтер. Ну, со Сплинтером проблемы нету. Он в начале списка на первом месте у нас. А вот супер Шреддера нужно будет поискать. Вот он, кстати, нашел без проблем. С первой уже попытки. Ну что ж, друзья, вперед в атаку. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Насколько хорош окажется отряд. Итак, первым делом, друзья, конечно же, я буду стараться выбивать Бибопа Кролика. Есть возможность прокачать вот другие бафы. Но все-таки положительный эффект от супер Сердца, супер Шреддера. Можно было прокачать защиту и исцеление. Но и все-таки я решил атаковать Бибопа Кролика. Ну, а вражеский Микки, как видите, тем временем прокачал атаку. Что ж, не буду я рисковать. Давайте-ка все-таки попробуем допинать Бибопа Кролика. Для этого Микки Ведения бьет серпами, но враг выживает. Так, еще одна атака от наших героев. И Раф Ведения выжигает все-таки Бибопа Кролика. Отлично. Вот дальше давайте-ка я попробую поразить самого мощного врага. Самого сильного. По-моему, это Раф Ведения. И Сплинтер бьет тайной катаной. Тем не менее, Раф Ведения выживает. И уже пошла ответка. Вражеский Микки классический. Бьет нунчаками. Достается, кстати, нашему Доне Ведения. И вражеский Раф Ведения выжигает половину жизни Доне Ведения. Здорово, что Сплинтер отомстил. Добил врага. Но и вражеский Сплинтер тоже медитирует. В свою очередь, друзья, давайте-ка я попробую метнуть каменную глыбу. Вот особая техника Доне Ведения. И он попытается расплющить Рок Среди Кролика. Не получилось. Рок Среди Кролик как-то контратакует. Пытается что-то сделать. И да, вражеский Микки классический забрасывает нас с Тюрикенами. Опять же, досталось Доне Ведения. И нам надо срочно его лечить. Для этого я активирую Супер Сердце Супер Шедера. И благодаря Мутагену, опять же, проявляется способность защита и исцеление на Трихода. Просто Супер. Ну и раз такое дело уже прошло, друзья, давайте-ка еще прокачаем точность. Особую технику Микки Ведения. Просто Супер. Итак, все у нас получилось. И, возможно, бой закончит Раф Ведения. Превращаясь в Огненное Торнадо, он просто выжигает оставшихся врагов. Просто Супер. Ну что ж, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok